Шалам Уфарахам! Сегодня мы суммируем то, о чем мы говорили на прошлых занятиях, там последние несколько месяцев и также поговорим немножко о том периоде, в которой мы находимся, это время траура, о том, что произошло во время разрушения Второго Храма, к 9 Муа. Итак, во всей еврейской истории, я думаю, что это были самые трагические дни, самое трагическое время, это от разрушения Первого Храма и до конца, подавления восстания Варкопвы, который этот период, мы говорим о 70 лет примерно, 70 лет, это были самые тяжелые, самые трудные, трагические времена в нашей истории. Потому что в эти 70 лет погибло такое огромное количество евреев и такие сложнейшие изменения произошли, которым нет ничего подобного во всей истории. Не только у евреев, во всем мире, во всем человечестве. Такого нигде, никогда не было. Что было? Во времена Второго Храма, когда он был разрушен, и были уничтожены, по свидетельству Юлия, Юсефа Флавиуса, примерно миллион сто тысяч евреев. А население тогда в Израиле было примерно три с половиной миллионов евреев вообще, во всем мире. И вот когда треть твоего народа уничтожена, нам это очень, в пропорциональных отношениях, это примерно то же самое, что произошло во время Шуа, да, Холокоста. Но после этого периода, и сам факт, что храм был разрушен, и то, что евреи были изгнаны в Россия, там были много-много-много-много таких катастроф, проблем, трагедий. Но после этого всего у евреев было еще два восстания против римлян. Одно называется восстание Тфуцот. По-моему, я не знаю, как по-русски это сказать. Наверное, это диаспора. Восстание диаспор, в которых тоже были убиты много евреев. Это произошло примерно 40 лет после разрушения второго храма. А потом, после восстания диаспор, то есть это еще, получается, примерно 25 лет, началась третья трагедия. Это было восстание Бар-Кохба, в котором были уничтожены еще миллионы евреев. Уничтожены, изгнаны в Риме, там, родные в рабство и так далее. Понимаете, примерно идет речь о том, что половина народа, большая часть, даже больше, чем половина народа, были убиты, уничтожены. И вот такого нигде никогда еще не было. Это я говорю только в рамках человеческих жертв. А в духовном смысле это была еще, это была самая главная проблема. То, что произошло в духовном плане, то, что храм был разрушен. Это не здание, что оно рухнуло там. Здание рухнуло, еще 10 лет построят новое здание. Не в этом дело. А главная проблема в том, что та причина, которая привела к тому, что храм рухнул, был разрушен. А причина была в том, что, как известно, беспричинная ненависть, которая была среди евреев тогда. И вот мудрецы того поколения понимают, что еврейский народ сейчас будет, в принципе, уничтожен. Потому что, если половина уже была уничтожена, а другая половина разбита духовно и физически, и морально, и во всем, то была страшная такая атмосфера. И многие евреи начали переходить в другие религии. А часть евреев была, которые вообще уезжали, по своей воле уезжали из Израиля. Это был страшный период. Страшный. До того, что даже были такие мудрецы, которые говорили о том, что, может быть, нам лучше просто перестать рожать детей, и чтобы все евреи просто вымерли. Не рожать больше никого. То есть это была такая ужасная ситуация. И вот они все время спрашивают, а в чем причина этого? Ну, не только, понимаете, это не только нужно здесь объяснить, что вот они там, такая была беспричинная ненависть. Они понимают, что есть в этом какая-то духовная сила, духовное начало. Потому что это было что-то противоестественное. Уже после того, как был разрушен храм, и все время говорили о том, что это из-за беспричинной ненависти. И говорили, говорили, 24 тысячи учеников раби Акива продолжают эту тенденцию дальше. Это то, что мы сейчас уже еще даже в наши дни продолжаем как бы отмечать эти времена. Это называется сферата омер. Мы постигнем, мы соблюдаем какие-то элементы закона траура. То есть это это такая ситуация, когда вроде бы какие-то силы действуют на тебя, приводят тебя к тому, что человек ненавидит другого. А почему ему ненавидит другого? Где мы такое видели? Где такое слышно? И мудрецы пытаются понять, а в чем же причина? В чем? Почему это происходит? Понимают, что это какая-то мистическая сила. И они приходят к выводу, что корень всего этого это грех первого человека. теперь нужно понять, что когда мы говорим о грех первого человека, мы не говорим там про дядю, который скушал яблочко в райском саду. мы говорим о вещах, которые являются законами метафизики, которые были созданы в этом мире. грех первого человека, в чем смысл, в чем идея этого всего. и почему там тот первый человек, который что-то там сделал сегодня спустя четыре тысячи лет, кто-то должен за это отвечать. Ну, это, знаете, такая, это, люди не понимают смысла всего, это получается немножко все глупо, смешно, там, но на самом деле идея в том, что наш мир был создан по принципу расчленения. То есть все творение этого мира происходило по такой модели, что есть нечто цельное. Вот это цельное разделяется на две части и проявляется в нашем мире как два разных существа, две разные силы. Ну, вот, например, вы, вы, наверное, помните, что был создан мир так, что там первая вещь, которая была сотворена, это был свет. И Всевышний говорит, связано там написано, что Всевышний разделил между светом тьмой. А если произошло это разделение, значит, тьма включала в себя свет. Потому что разделить можно только то, что находится одно в другом. То есть невозможно разделить там этот микрофон и ваши туфли. Между ними нет никакой связи. А разделение это значит, что они были нечто целым. То есть свет и тьма были одним сущим. Вот это одно сущее, мы не понимаем, что это такое. Как такое может быть? Тьма, которая полна света. Весь свет, который есть в этом мире, была в этой тьме. А как такое может быть? мы этого не понимаем, потому что у нас потому что мы думаем, что слово тьма это имеется ввиду отсутствие света. Как в темной комнате все темно, вы зажигаете фонарик и вдруг становится там свет и вдруг становится все освещено. Но на самом деле идея и света и тьмы это идеи метафизические. То есть это не физические вещи, а это определенные идеи. И эта тьма, нам говорят наши мудрицы, была полна света. Как это? Что это такое? Мы не имеем понятия, мы не знаем. но 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 вот когда оно проявляется в нашем мире при помощи этого разделения, расчленения, оно проявляется в этих двух как бы ипостасях своих, в двух ликах своих, вот тогда мы понимаем немножко, что это было такое. Мы видим, что оно проявляется здесь в качестве тьмы, которую мы видим, что оно отсутствие света, и в качестве света, который мы понимаем, что это какие-то там футоны. Но духовный их корень, который включает в себя и свет, и тьму, нам непонятен. И вот этот духовный корень, который нам непонятен, что это такое, вот это таких существ, сущих было сотверено, так было сотверено все. И оно, это все должно было проявиться в материальном мире, а мир наш ограничен, а эти вещи не ограничены. И поэтому если бы они проявились в нашем мире, то мир бы наш просто бы взорвался, просто бы не выдержал. И так это было, наши мудрецы говорят, что когда Всевышний творил мир, то до того, как он его сотворил, он создавал миры и их взрывал. То есть все миры, которые были там до этого нашего мира, много разных других миров, которые были попытки их создать, они разрывались. А почему они разрывались? Называется на проявление бесконечного в конечном или там совершенства в его отсутствии. То есть это вещи против логики. Да, вот лежит сказать. Спросите, получается, мы люди являемся конечным результатом, который может вместить эти два мира после разбивания этих сосудов? Да. Люди это тоже результат этого разделения. Но мы же можем вместить два мира, которые никто не может вместить, ни ангелы, ни животных. Но как мы можем? Духовный материал внутри нас. Вот этот парадокс мы решаем в течение жизни, больше никто его не может решить. Да. Да, верно. То есть дальше нас ничего не может быть? Может. Пророкчество. Я имею в виду как человек, как Адам, скажешь. Дальше Адаму ничего не может быть. Да, Адам это самый высокий уровень. Верно. Да. и вот вот это разделение было необходимо для того, то есть чем взорвать этот мир, лучше взорвать сам идеал. То есть не взорвать его, а разделить, расщеплить этот сам идеал. И вот поэтому мы видим, что весь мир был сотворен, то есть процесс творения, он процесс этого расщепления. Мы сказали там свет и тьма, также и вода, если помните, там была вода, которая разделилась на воду над небесами и водой под небесами. И потом произошло такие разделения в самом человеке. Был человек создан как одно целое, который включал в себя женское, мужское начало и оно тоже разделилось на два. И вот и в принципе это то, что этот процесс, то, что мы говорим по исходу, на исходе субботы, когда мы делаем благословление на вино и делаем такой митцву, который называется Авдала. Авдала это разделение, когда мы говорим Амавдиль Бенкодиш льхоль, ты делаешь разделение между святостью и будней, и обыденным, между тьмой и светом, между народами Израиля и другими народами, Бенкодиш льхоль, Бенкодиш льхоль, Бенкодиш между субботой и другими днями недели. Вот этот процесс разделения, этот процесс как бы некоторая репетиция, можно сказать, или восстановление того акта творения, который был в процессе в начале этого мира. То есть происходил этот, мы сейчас, когда Бамуцей Шаббат, это когда на исходе субботы мы говорим делом, это называется Авдалла, то это как бы некоторая копия того, что произошло, когда мир был сначала един, и это есть мир субботы, то есть мир единства, который включает в себя все противоречия, все парадоксы, все вещи, которые вроде бы нам кажутся неприемлемыми, нереальными, они все были в одном существе, были некоторым одним целым до того, как произошло творение мира. Да? Ну, что, эти меры, которые создавались, до этого изобраны, в них существовало животное человек, или... мы не знаем. И поэтому мы видим весь процесс такого разделения. И вот этот процесс, несмотря на все это разделение, одну секунду, творение происходило именно таким образом, что возникло разделить, разделяется, разделяется. Я думаю, только, может быть, я вам дам еще такой пример, прежде чем скажу саму идею. Наши мудрецы говорят, что мы живем в мире, поэтому так называется, мир, в котором мы живем, это мир разделений, или Альма де Перуда, то есть тот мир наш, это мир разделений. И вот этот процесс, как я уже сказал, его творение, он также произошел во всех, на всех уровнях этого мира. И поэтому, когда вы видите в нашей жизни, в нашем мире, вы обратите внимание, что все, что мы видим, это вещи, которые являются частью чего-то другого. То есть мы этого не понимаем, мы это можем понять, но мы это не ощущаем, мы этим не живем. Я вам дам такой пример. Когда мы видим любую вещь, любой объект, существующий в этом мире, этот объект сам по себе бессмысленный. Возьмите там ручку. Эта ручка сама по себе, если бы не было бумаги, эта ручка была бы бессмысленной, она бы не существовала в этом мире. Если бы не было ручки, бумаги не было бы в этом мире. А если бы не было бумаги и ручки, то не было бы этого стола. То есть стол, который вы видите перед собой, у нас есть такое ощущение, что этот стол, вот эта вещь сама по себе, когда мы спрашиваем, вот что это такое, вы говорите, да, ну я знаю, я вижу, что это. То есть это у нас такая некоторая иллюзия, потому что мы не думаем об этом до конца хорошо. Но если вы подумаете, ведь мы видим перед собой только часть чего-то, мы так не воспринимаем, мы живем как будто, дай мне ручку, я знаю, потому что у меня уже в голове есть тетрадь. Но когда мы смотрим на любую вещь, которая существует здесь, в этом мире, то вы всегда увидите, что она только часть чего-то. Она фрагмент, это не целая. Здесь в этом мире нет ничего, что она является целым само по себе, даже человек. Когда мы говорим, что, это слова известные Арбелезера, который говорит, что мужчина без женщины это не человек. И женщина без мужчины это не человек. Понятие человек это только совместное, это вот это что-то вместе, это идея, которую они вдвоем создают. У нас есть иллюзия того, что ручка сама по себе, или иллюзия того, что я сам по себе являюсь чем-то важным или чем-то автономным. То есть что такое автономное? Это значит, что я сам по себе имею некоторую ценность. Некоторую не ценность, некоторую ценность. Но если смотреть, и конечно, каждый человек имеет свою ценность, также ручка имеет свою ценность, но не сам по себе. Человек сам по себе не имеет никакой ценности. Человек сам по себе животное. Потому что если бы он родился и был бы сам по себе без контакта с другими людьми, он не был бы человеком. Он даже не был бы и животным в полном смысле слова. Потому что животное может существовать через несколько дней после того, как оно родилось. Оно может в принципе существовать само по себе. После некоторого времени, допустим. А человеку занимает годы, пока он может жить сам по себе. Нет ничего в этом мире, что он имеет некоторый смысл сам по себе. Не животные, не природа и не предметы. Скажите, о существовании материи, независимой от человеческой жизни, имеет смысл? Нет. Материя без человека? Нет. Для человека не имеет смысла, понятно. А без человека? Понятие смысл, слово смысл. Для человека. Поэтому вопрос, он нелогичен. Можно сказать или спросить, разрушение является сутью или результат? То есть, если бы я понимал цельность мироздания, вопрос, должно было бы разрушаться то, что работает плохо. Потому что я понимаю, что социальный мой я, он и есть проблема этого единства. И он разрушается для того, чтобы сотворилось то понятие единства, которое им нужно, в принципе. То есть, если я бы понял это все, нужно было бы разрушать что-то в моей жизни? Нет. Значит, это все-таки результат. Угу. Да. Не является сутью, как бы Бог разрушает специальное что-то. Нет. Этому творению всегда есть, все, что происходит в творении, этому всегда есть адресат. То есть, это все делается для того, чтобы повлиять, создать и сформировать наше сознание определенное. Для того, чтобы у нас было сознание того, что наши действия могут быть, допустим, там, трагическими, иметь трагические последствия. Поэтому, там, храм может рухнуть или должен рухнуть. То есть, он рушится как результат того, что происходит в нашей душе. И для того, чтобы научить нас его строить так же в своей душе. Он разрушился первый человек. Да. Нет болезни. Угу. Нет. И я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Но до этого я хочу только еще раз обратить ваше внимание. То есть, наш мир, поэтому так он называется, мир разделений, Альма де Перу. Что все, что в мире, оно только лишь часть чего-то. Оно не само по себе. Вот это результат того, что Всевышний создал мир в этом разделении. Потому что эти идеи, например, там, идея письма, оно не могло проявиться в этом мире само по себе. То есть, как таковое. Оно должно было разделиться надвое. И здесь проявиться в качестве листа. А это не сама идея письма. И в качестве ручки. Это тоже не письмо. То есть, ручки я понимаю, что такое. Письмо я не понимаю, что это такое. Само письмо само по себе. А вот, и для того, чтобы мне его сегодня объяснить, я буду пользоваться терминами, там, чтобы вы взяли, там, что-то, оставили свой след, там, ножом написали, что-то на дереве, там, там, Паша любит Машу. Но это и есть идея письма, который, для того, чтобы его объяснить, вам нужно пользоваться этими фрагментами письма. Вот так все наше творение, весь мир таким был, он устроен. Потому что, как я сказал, сама идея выше этого мира. И вот, также были созданы, также таким образом разделились идеи проявления Творца в этом мире. Когда мы говорим, что Творец, он совершенен, всесилен, там, всемогущий, или там, добрый, или там, вечный и так далее, там, всякие такие атрибуты Творца. Мы понимаем, что и эти атрибуты также по себе являются идеями, которые проявляются в нашем мире в своей фрагментарности, то есть в своей, в некоторых, только как разделенных ликах. Ну, вот, например, там, идея всемогущества. Творец, он всесилен, мы говорим, эта идея парадоксальная, то есть она, мы не можем понять, что такое всесильность. Она включает в себя, эта идея, свою противоположность. Ну, вот, например, когда я говорю, что Всевышний всесилен, я понимаю, что он также чего-то не может сделать. Он также не способен на что-либо. То есть у Творца также есть определенные ограничения, которые делают его всесильным, потому что если бы у него не было этих ограничений, то он не был бы всесильным. То есть это идея парадоксальная всесильности, да, всемогущества. Вот я вам дам пример. Если Всевышний всемогущий, то он не может быть недееспособным. И вот это есть его ограничение. Потому что он не может быть невсесильным. Это уже есть ограничение всесильности. Он не может быть слабым. Или ограниченным. Он не может чего-то не мочь. А это вещь парадоксальная. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний, допустим, всемогущий, то мы понимаем, что в этом включена также его неспособность. То есть способность быть немощным. А в чем это выражается в реальной жизни? В том, что он, например, клянется. Там есть такие выражения в Торе, где он говорит, я клянусь именем своим, что будет так-то и так-то и так-то. А если он клянется, то значит, он себя ограничивает. Потому что, если он там что-то пообещал, а потом этого не исполнил, то такого быть не может. Если он клянется, что он там, допустим, чего-то не сделает, это называется, наявительно называется «Би ниш бати не умаше». Собой я клянусь, что будет так-то и так-то и так-то. И как только он клянется, значит, он уже не может изменить своему слову. А это его немощность. Итак, все его атрибуты, любой атрибут, например, там, совершенство или там сущность, сущие, должно быть включать в себя его противоположность. Учитывая, что первый человек вверх был крайне мудрым, и там, на все планеты и так далее, мог ли он рассчитать такой суперкрутой план, разрушить все специально и все соединить для того, чтобы почувствовать то, как сказал сам Творец, делаем подобным у себя, чтобы он был сам достиг ужества. Так это тогда получается суперпозитивная мысль. Почему столько драмы и боли от этого всего? Да. Потому что, потому что для того, чтобы понять, что такое разрушение, его нужно прочувствовать. Значит, боль нужна. Без таблец. Да, да, я слушаю. Участие все включает в себя и всемогущество, и слабость, и все остальные состояния, которые нам неведомы в нашем состоянии, в нашем. Почему это ограничение? Это, наоборот, расширение возможностей. Да, я тоже так думаю. Только, почему вы говорите, что это ограничение? Это не ограничение, это, наоборот, расширение. Это расширение, в парадоксальном смысле, потому что это расширение строится на неспособности. А неспособность тоже есть, качество. Как и способность, неспособность, все это все, но это как бы в положительном отношении должно быть в отрицательном, не то, что плохо или хорошо, а то, что со знаком плюс и со знаком минус. Участие не менее это все. Да, да, верно. Все это расширение, а не ограничение. Да, в это, в это. Решение, которое включает в себя ограничение. Все включает в себя ограничение. Верно, да, верно. И вот для того, чтобы, когда мы сейчас возвращаемся к разрешению храма, и мы говорим, что же сделал первый человек, почему это связано с его разом, он принес в мир эту идею, идея того, что он оторван от Творца, как бы он уходит от Творца. Вот этот его уход, это причина всей беспричиной ненависти, и это причина разрушения храма. И исправление этого, этим мы занимаемся в последние две тысячи лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok